Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Мы приветствуем вас на нашем сегодняшнем вебинаре, который посвящён вопросам мультимодального подхода к диагностике рака молочной железы. Мы очень, на мой взгляд, интересно назвали вебинар с лёгкой руки Ольги Борисовны Сафроновой, её предложение назвать это как «Мифы и реальность? И есть ли идеальный метод?» На самом деле любой практикующий специалист знает, что мы очень хотим в руках иметь идеальный метод. Например, маммография для многих клиницистов, наверное, сейчас, даже в настоящий момент, является идеальным методом. Но жизнь показывает, что не всё так просто на фоне плотной молочной железы. Ультразвуковая диагностика. Я как практикующий специалист знаю, что клиницисты говорят, у вас плотная молочная железа, поэтому не делайте рентгеновскую маммографию, и уж тем более томосинтез, а делайте только УЗИ. А МРТ как некий такой референсный метод для всех, когда что-то непонятно. Так вот, где у какого метода самые главные преимущества, когда каждый метод нужно применять? Вот мы пытались некоторые такие вопросы осветить сегодня. И первый доклад сегодня, первая лекция, её представит Ольга Борисовна Сафронова. Тема лекции «Цифровой рентгеновский томосинтез. Особенности клинического применения». Ольга Борисовна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова и заведующий отделением лучевой диагностики номер один городского онкологического диспансера. Пожалуйста, Ольга Борисовна, мы ждём ваш доклад. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ирина Александровна, благодарю вас за возможность выступить на сегодняшнем заседании. И, коллеги, давайте поговорим. Я попробую защитить, скажем так, в нашей мини-битве цифровой рентгеновский томосинтез. Давайте поговорим об особенностях его клинического применения. Вообще, цифровой рентгеновский томосинтез, речь, конечно, идёт о томосинтезе молочных желёз. Это достаточно распространённый на сегодняшний день метод дообследования молочных желёз. Аппараты, обладающие этой опцией, они достаточно распространены. И он перестал быть той редкостью, которая была какое-то время назад. В литературе вы можете встретиться с понятием томосинтез в русскоязычной литературе. Именно так он обозначается. А в англоязычной литературе с аббревиатурой DBT цифровой томосинтез молочных желёз. Или же с кратким сокращением тома. На сегодняшний день по рекомендациям ACR термин 3D-момография признан нежелательным для использования. Это связано с тем, что третья ось для получения этих изображений, по сути, формируется из так называемых плоских данных. То есть не является истиной. Поэтому этого метода, с их точки зрения, следует избегать. Зачем же вообще нужен томосинтез молочных желёз? Конечно, он нужен прежде всего для лучшего выявления рака молочной железы. Это задача любого рентгенолога, который оценивает любую практически маммограмму. Что же делает томосинтез? Он снижает число как ложноположительных результатов, так и ложноотрицательных результатов. И то, и другое крайне важно для нас. Ведь если ложноотрицательный результат по анализу маммографических изображений приведёт к тому, что врач может пропустить рак молочной железы, то ложноположительное заключение может привести к увеличению числа малоинвазивных вмешательств. Что же из себя представляет технический томосинтез? Я не буду углубляться подробно в технические подробности, но смысл сводится к тому, что рентгеновская трубка плавно по С-дуге вращается вокруг молочной железы и выполняются множественные низкодозовые маммографические изображения. Иногда томосинтез выполняется изолированно, как дополнение к цифровой, уже сделанной цифровой маммограмме. Но возможен другой вариант получения изображений, когда делается исследование в режиме комбинированном, так называемое комбо, когда аппарат выполняет томосинтетические изображения, которые затем, скажем так, цифровым образом суммируются, и получается так называемая синтетическая маммограмма, которая визуально для нас с вами практически ничем не отличается от привычной нам цифровой маммографии. Перед собой вы видите рентгеновский аппарат, оснащенный функцией томосинтеза, и, как вы можете заметить, ничто особенно его не отличает от обычного цифрового маммографа. Особенность его, опять же, повторюсь, в том, что благодаря имеющейся опции томосинтеза, выполняя изображения на разных срезах, это позволяет нам убрать те ткани молочной железы, которые в результате суммационного эффекта могут скрывать интересные для нас зоны обследования. Кроме выполнения самого томосинтеза, возможно выполнение и биопсии под контролем томосинтеза. В этой ситуации мы выбираем то изображение, на котором лучше всего визуализируем зону интереса. Ее, кстати, следует помечать в протоколах, ее номер и проекцию, в которой получено наиболее качественное изображение зоны интереса, например, опухолевого узла. И таким образом выбранная оптимальная проекция, выбранный оптимальный срез позволяет максимально точно позиционировать иглу для проведения биопсии, то есть забора материала из заинтересующей нас зоны. Технический забор материала ничем не отличается от привычной и достаточно известной биопсии под стереотоксическим контролем. Каковы же преимущества и недостатки томосинтеза? Необходимо сказать, конечно, о том, что для выполнения этого исследования потребуется немножко больше времени, чем для выполнения привычной нам цифровой мамограммы, но незначительно. Эффективная доза, которую получает пациент, также возрастает, но весьма умеренно. Этот метод позволит нам выявить те образования, которые не видны при обзорной обычной для нас рутинной маммографии. Может позволить этот метод томосинтеза улучшить визуализацию контуров и более четко оценить размеры тех образований, которые мы увидели при обычной маммографии. И в этой ситуации томосинтез будет выполняться уже как дополнительное, уточняющее исследование. Выполнение этой методики приведет к уменьшению количества прицельных снимков. И что очень важно, я думаю, что вы часто встречаетесь с этим в своей практической деятельности, уменьшение числа короткого контроля повторных маммографий, которые выполняются через 3-6 месяцев для того, чтобы врач мог определиться с окончательным решением в отношении данного конкретного исследования, данной конкретной пациентки. Применение томосинтеза ведет к сокращению количества подозрительных в отношении рака молочной железы и непальпируемых образований. И, конечно, как следствие, уменьшает число диагностических функционов диапсии. Но метод, как водится, обладает не только преимуществами, но и недостатками. И в первую очередь это то, о чем мы с вами уже сказали. Это повышение эффективной дозы по сравнению с обычным исследованием. Доза тем более будет увеличена, если мы томосинтез выполняем как уточняющее исследование. Но позволю себе еще раз напомнить, что доза увеличивается ненамного. Если мы говорим о томосинтезе одной молочной железы в двух проекциях, которые выполняются как уточняющее исследование, то средняя доза составит где-то 0,6 миллизиверта. В дополнение к эффективной дозе, полученной при обычной маммографии, суммарная доза будет совсем невелика. Каковы же еще недостатки томосинтеза? К сожалению, как и при рутинной маммографии, мы весьма ограничены в оценке внутренней структуры образования. Конечно, мы можем говорить о том, есть ли ассоциированные кальцинаты или их нет, но достоверно оценить внутреннюю структуру для нас весьма затруднительно. Невысокая информативность томосинтеза и при оценке сгруппированности микрокальцинатов. И это в первую очередь обусловлено особенностями их расположения канала молочной железы. Кроме того, ложно-отрицательные результаты оценки участков локальной симметрии или узловых образований небольших размеров. С этим мы можем столкнуться, если нет каких-либо признаков инвазивного роста у данной конкретной патологии. И что традиционно для маммографии, то те ограничения встречаются и при использовании томосинтеза, то есть при выведении ретромаммарных отделов и акселярных областей мы весьма ограничены, к сожалению, в своих возможностях, так же как при рутинной маммографии. Давайте вспомним, какова же картина стандартная, чем она проявляется рентгенологическая картина рака молочной железы. Она может проявляться в виде атипичных микрокальцинатов, в виде нарушения архитектоники, локальной асимметрии, образования и появления отека. Давайте посмотрим, как выглядят микрокальцинаты при использовании томосинтеза на томосинтетических изображениях. Дело в том, что томосинтез действительно не слишком эффективен в оценке состояния микрокальцинатов, в оценке их сгруппированности или несгруппированности, вообще в оценке микрокальцинатов. Это связано с техническими особенностями выполнения процедуры, возникновением ряда артефактов, иногда при движении трубки, смазывании мелких деталей, а также в пространственном расположении микрокальцинатов. Они далеко не всегда располагаются таким образом, чтобы представить собой, чтобы мы могли получить полную картину при визуализации, например, одного из томосинтетических срезов. Как правило, мы видим кластеры микрокальцинатов, которые располагаются на нескольких срезах. И сопоставить их значительно сложнее, более эффективно в этой ситуации будет прицельная маммография или стереотоксические снимки при наклоне трубки, например, плюс-минус 15 или плюс-минус 24 градуса. То есть микрокальцинаты ориентируются не строго по сагитальной или аксиальной плоскости, и в результате вы можете сделать неправильный, то есть ложно-отрицательный вывод об отсутствии подозрительных на рак микрокальцинатов. Кроме того, микрокальцинаты могут казаться избыточно яркими. Также вы можете не совсем верно оценить их форму. То есть это не тот метод, который позволит нам адекватно оценить этот вариант проявления минимальных раков молочной железы. В отличие от микрокальцинатов, нарушение архитектоники это очень интересная область для применения томосинтеза. Давайте посмотрим на маммограмму правой молочной железы. Ткань молочной железы в состоянии жировой инволюции. Мы видим фиброз по ходу протоков и стромы, крупные сосуды, и слабо-слабо заметное нарушение архитектоники в нижне-наружном квадранте. На томосинтезических изображениях мы великолепно видим с вами нарушение архитектоники. Вот оно представлено на данном слайде и на этом изображении. То есть в двух проекциях при использовании томосинтеза, погасив избыточное влияние окружающих тканей и суперпозицию тканей, мы более четко визуализировали то, что заставит нас, скорее всего, решиться на малоинвазивное диагностическое вмешательство, то есть на забор материала из этой зоны. Локальная асимметрия. Вот здесь в силу технических особенностей я привожу только одну проекцию, поэтому прошу поверить мне на слово, что у этой пациентки, которой верифицирован, как вы видите, инвазивный рак правой молочной железы, в верхненарушном квадранте визуализировался участок локальной асимметрии. Оценить контуры и размеры которого, в общем, было достаточно затруднительно. При выполнении томосинтеза мы убираем суперпозицию ткани и достаточно четко визуализируем с вами зону интереса. При этом даже не одну. Вы видите два узловых образования. Как же проявляется образование на томосинтетических изображениях? Правая молочная железа, достаточно много фиброгландулярной ткани, и на этом фоне в нижней гемисфере мы видим несколько локально отстоящие от общей массы фиброгландулярной ткани участок, которые, может быть, будут представлять собой для нас интерес. И при использовании томосинтеза на одном из срезов мы получаем вот такую картину, великолепно визуализируя не только само образование, но и убедившись в том, что оно обладает определенными признаками злокачественного роста. Мы видим спикулы, которые распространяются от этого образования. Как вы видите, у пациентки верифицирован инвазивный рак правой молочной железы. Даже образование, которое иногда представляется нам, как в этой ситуации, достаточно доброкачественным, при исследовании томосинтеза может вполне явно и ярко проявить свои признаки злокачественного роста. Здесь вы видите достаточно высоко контрастное образование и спикулы, распространяющиеся в окружающую ткань. У пациентки верифицирован злокачественный процесс. На фоне плотной ткани молочной железы визуализировать узел зачастую достаточно сложно визуализировать образование. И не просто сложно, нам крайне сложно оценить его размеры, контуры и структуру. И томосинтез нам в этой ситуации может пойти навстречу и позволить увидеть все те характеристики опухолевого узла, которые, в принципе, мы можем получить при использовании рентгеновского метода. За исключением, скажем так, метода контрастной маммографии. У пациентки верифицирован протоковый рак. При очень небольших узловых образованиях, которые нередко маскируются под различные участки фиброза, как в данной ситуации на маммограмме левой молочной железы, при использовании томосинтеза мы с вами видим отчетливые характеристики злокачественного роста. Иногда единственное, что заставляет нас насторожиться в отношении наличия рака молочной железы в данной конкретной пациентке, это, например, увеличенный или уплотненный интермамарный лимфатический узел, а также, как в данном конкретном случае, минимальный отек области ареоли. При выполнении томосинтеза мы не только великолепно видим измененный интермамарный лимфатический узел, но и легко визуализируем само узловое образование, которое перекрыто окружающими тканями на обзорной маммограмме. Томосинтез в двух проекциях образование находится на границе наружных квадрантов левой молочной железы. Нередко пациенты обращаются с отеком молочных желез. В этом случае мы с вами должны думать не только о том, что у этой пациентки может быть злокачественное новое образование, но ведь бывают и маститы, и даже иногда клиника, мастита достаточно ярко выражена. Как, например, у этой пациентки было увеличение в размерах молочной железы, и какие-либо образования или зоны интереса отчетливо на обзорной маммограмме мы с вами выделить не можем. Мы прекрасно понимаем, что есть отек строма молочной железы, есть выраженный отек кожи молочной железы, но выбрать какое-то конкретное место для биопсии здесь достаточно сложно. И эта пациентка обратилась для дифференциальной диагностики между нелактационным маститом и раком молочной железы. Выполнив томосинтез, мы с вами увидели о том, видим, что в ткани молочной железы визуализируется не менее восьми опухолевых узлов. И таким образом мы можем с вами выполнить биопсию из конкретного участка, избегая необходимости повторных биопсий, например, при отрицательном ответе. А теперь давайте обратимся к клиническим примерам. Мы видим маммограмму левой молочной железы. У этой пациентки был рак правой молочной железы. Достаточно давно справки у нее утеряны. Ей выполнена мастектомия в 2012 году. И на этих маммограммах где-то скроется от нас рак молочной железы. Где же он? Ну, по всей вероятности, он располагается в верхнем наружном квадранте левой молочной железы. Но, тем не менее, четко оценить наличие узлового образования в данной ситуации мы не можем сравнить нам ни с чем. Другая молочная железа удалена. Поэтому мы не можем расценить это как участок локальной асимметрии. То есть, по всей вероятности, здесь кроется узловое образование. Немного забегая вперед, скажем, что у этой пациентки была положительная мутация. Давайте посмотрим, как это выглядит. На томосинтезе прямая проекция. Великолепно виден узел ткани молочной железы с признаками инфильтративного роста. И косая проекция. И выбрав оптимальные срезы, мы можем достоверно измерить размеры узлового образования в ткани молочной железы и уже с полной уверенностью сказать о том, что, по сути, рентген почти негативный рак. Мы визуализируем с вами здесь достаточно отчетливо. Другая пациентка. Глядя на эту мамограмму, это обычная мамограмма молочных желез, мы можем сказать, что наше внимание привлекает левая молочная железа. Несколько больше выражен стромальный рисунок. Складывается, может быть, и ложное впечатление о наличии некоего отека строма. Но достоверно сказать достаточно сложно. Кроме него, наше внимание в прямой проекции привлекает участок нарушения архитектоники в нижней гемисфере. Где этот участок находится в косой проекции, нам достаточно сложно судить. Может быть здесь, может быть здесь, или может быть здесь. Не очень понятно. Поэтому этой пациентке выполняется томосинтез левой молочной железы. Давайте посмотрим на видео. Та самая косая проекция, в которой мы ничего с вами достоверно не видели. А теперь увидели узел. И где же он в прямой проекции? Вот он прекрасно визуализируется. Таким образом, мы смогли не только оценить его форму, контуры и размеры, но и более четко установить его локализацию. Таким образом, на выбранных срезах мы вполне в состоянии с вами оценить и описать данные изображения. У некоторых пациентов томосинтез нужен для того, чтобы понять, является ли процесс мультифокальным или мультицентричным, или, например, как у этой пациентки, билатеральным, синхронным раком молочных желез. И если в правой молочной железе мы с вами видим отображение нескольких узловых образований, часть из которых сливается между собой, и также хорошо мы видим опухолевый узел, располагающийся в верхненаружном квадранте левой молочной железы. Большая четкость контуров, лучшая возможность описать размеры, более точно отслеживать в будущем динамику у данной конкретной пациентки. Но не всегда, к сожалению, мы получаем подтверждение своим подозрением. Очень интересный клинический случай. Пациентка выполняет профилактическую маммографию, и мы видим с вами достаточно отчетливо на данных мемограммах правой молочной железы явно узловое образование, которое располагается в нижнем внутреннем квадранте правой молочной железы. Казалось бы, достаточно четко видны признаки инвазивного роста. Мы делаем томосинтез и получаем более бы, казалось, чем отчетливое изображение опухолевого узла в обеих проекциях. Но при гистологическом исследовании мы не получаем подтверждения своим подозрением. На этом, конечно, мы не успокаиваемся, и этой пациентке будем не просто ее контролировать, но и настаивать на диагностической секторальной резекции, потому что биопсия, к сожалению, далеко не всегда дает стопроцентный ответ, по крайней мере, не так часто, как нам бы этого хотелось. Но, тем не менее, он нам позволил достаточно четко томосинтез визуализировать ту зону интереса, которую мы видели при обычной манграфии. Следующая пациентка и следующий клинический пример. Казалось бы, ничто не вызывает подозрений, и оно бы, наверное, не вызвало бы никаких подозрений у данной конкретной пациентки, если бы она не предъявляла жалобы на некий участок болезненности в верхненаружном квадранте правой молочной железы и ощущение подтягивания кожи в этом участке. И действительно, пальпаторно определяется некий участок уплотнения в правой молочной железе в верхненаружном квадранте. И если мы внимательно приглядимся, мы увидим незначительное уплощение кожи на уровне наружных квадрантов в прямой проекции. В косой проекции мы ничего особенного с вами не видим, но несколько более выраженный фиброз. Тем не менее, это верифицированный рак молочной железы. И томосинтез нам помог оценить его контуры и размеры. Мы с вами прекрасно видим опухолевый узел, который, извините, визуализируется в верхненаружном квадранте. Дополнение этой пациентки было выполнено контрастная маммограмма, и вы видите обширную зону контрастирования, которая получилась при контрастных изображениях и позволила нам более четко оценить распространенность опухолевого процесса. Эта пациентка была прооперирована по поводу рака молочной железы несколько лет назад, и мы видим достаточно отчетливо рубец в правой молочной железе после секторальной резекции и рубец в акселярной области после биопсии сигнального лимфатического узла. Но помимо оперированной молочной железы в косой проекции мы видим некий участок уплотнения, который располагается ретромомарно. Плотность его повышена по сравнению с остальной фиброгондулярной тканью. У этой пациентки рецидив рака молочной железы. И с помощью томосинтеза мы смогли более четко оценить характеристики выявленного рецидива. Пациентка с изменениями в правой молочной железе, как вы, я думаю, уже догадались, в верхненаружном квадранте мы видим с вами участок, можно сказать, локальной асимметрии, который с нашей точки зрения потребовал дообследования. И при выполнении томосинтеза на этих изображениях мы видим узловое образование, обладающее инвазивным ростом. помимо улучшения характеристик визуализации, которые дает томосинтез, он позволяет все-таки еще выбрать для каждого конкретного пациента тот метод проведения забора материала, метод верификации, метод биопсии, который будет максимально информативен. То есть у пациентов с плотным типом строения молочной железы, зачастую биопсия стереотоксическая под рентгеновским контролем, она недостаточно информативна, поскольку за счет суперпозиции тканей даже отклонение от рубки не позволяет нам четко визуализировать ту зону, из которой мы должны забрать материал. А вот томосинтез позволяет выбрать тот срез, на котором забор будет максимально информативен. И биопсию не придется переделывать. Но, к сожалению, бывают случаи, когда томосинтез оказывается неэффективным в выявлении рака молочной железы, как, например, у этой пациентки, у которой, казалось бы, ничто не должно смущать нас при обычной маммографии. Мы видим обычную маммограмму в косой проекции правой молочной железы. при томосинтезе никакие участки не внушают нам опасений. При выполнении контрастного исследования мы видим участок накопления контраста, который представляет собой весьма интересное для нас образование. Прошу меня простить. Контрастная спектральная маммография нередко дополняет томосинтетическое исследование, позволяя добавить определенные характеристики выявленным образованием. Итак, еще раз напомню вам, как проявляется рак молочной железы на маммограммах и в каких ситуациях томосинтез наиболее информативен. И в заключении хочу сказать еще раз о том, что томосинтез помогает снизить количество ложно-отрицательных результатов обследования и ложно-положительных и выявить рак молочной железы на максимально раннем этапе. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Борисовна. Это связки и горло это слабое место всех преподавателей. Благодарю за очень интересный доклад. Дорогие коллеги, у нас есть чат, в котором я вот как модератор не вижу вопросов к Ольге Борисовне. И поэтому задам сама вопрос как человек, который практикует языковой диагностики и каждый день направляет пациенток на дополнительные какие-то исследования, в том числе на маммографию. Ольга Борисовна, в каких ситуациях, вернее, какое место в алгоритме обследования молочных желез в скрининге занимает именно томосинтез. То есть нужно ли, например, направлять пациентку с плотным типом структуры молочной железы на маммографию с томосинтезом, или это нецелесообразно, и он требуется только для уточнения тех участков нарушения архитектоники и зон очаговой асимметрии? Ирина Александровна, благодарю за вопрос. На это есть очень четкий ответ, и согласно данным мировой литературы, использование томосинтеза в качестве скринингового метода обследования позволяет увеличить частоту выявления рака молочной железы без дополнительных вызовов пациенток приблизительно в количестве 1,5-2,7 случая на тысячу случаев. То есть, скажем так, 1,5-3 человека из тысячи у них будет выявлен рак молочной железы в дополнение к уже выявляемым с помощью маммографии в том случае, если используется рентгеновский томосинтез. И есть еще один очень важный показатель снижения частоты повторных вызовов пациенток на дообследование при использовании томосинтеза в качестве метода скрининга снижает число этих повторных вызовов на 15-30%. Это гигантская цифра. То есть, из тысячи человек 150-300 человек не придут повторно на дообследование, если будет выполнена не просто маммограмма, а, например, томосинтез с синтетической маммографией. Спасибо большое за ответ. Благодарю. И вот, Ольга Борисовна, появился такой вопрос в чате у нашей коллеги. Она не уловила, какая мутация была у пациентки с удаленной молочной железой и единственной левой. Берсия 1. Берсия 1, да. Ну, все, больше вопросов нет. Благодарю. это очень интересно и как раз таки вот тот самый мультимодальный подход в действии. Спасибо большое. И мы переходим к следующему разделу. и это будет доклад, который посвящен Ольга Борисовна, можно попросить закрыть свой доклад, иначе никак не открыть другой. Благодарю. Будет посвящен уже вопросам ультразвуковой диагностики. И называться он будет «Образование двойники в эхографии молочных желез как не пропустить рак». Ну, вот мы с вами послушали очень интересный доклад о месте томосинтеза. Это действительно актуально. Я не зря задала Ольге Борисовна вопрос, потому что с этим каждый день сталкиваюсь на приеме. Например, клиницисты порой понимают, что нужно назначить томосинтез, чтобы лучше увидеть микрокальцинаты. Или если у пациентки плотная молочная железа, это повод дополнительно именно с помощью томосинтеза ее обследовать. Поэтому большое количество информации, которую мы сейчас должны с вами знать. Теперь мы переходим к вопросам не менее интересным и где-то тоже достаточно сложным. К вопросам ультразвуковой диагностики действительно сложных случаев. конечно же каждый практикующий специалист, санолог теперь нас так принято называть в иностранной литературе, знает, насколько большое многообразие изображений злокачественных новообразований мы встречаем в ультразвуковой диагностике. И несомненно, есть какие-то моменты, которые позволяют нам определить, какова же ассоциация признаков ультразвуковых с морфологией опухоли. Один из самых важных из этих моментов это тот момент, что некоторые опухоли, а в частности инвазивная протоковая карцинома, они растут медленно и в результате чего возникает некая медленно развивающаяся реакция тканей на рост опухоли, которая называется морфологически десморфлазия. Именно за счет этой реакции опухоль становится пальпируемая, а опухоли, которые относятся к категории G1 или G2, то есть высоко или умеренно дифференцированные как раз таки за счет своего медленного роста имеют выраженную эту фиброзную реакцию десмоплазии. И мы вот реально с вами понимаем, что то, что мы видим при ультразвуковом исследовании, порой это как раз таки касается вот этой морфологии опухоли и ее биологии, ее скорости роста, и в частности те самые нечеткие края, которые для нас всегда подозрительны с точки зрения ихографии на злокачественность, возникновение акустической тени, как ультразвуковые признаки возможной карциномы, связанные с десмоплазией. И поэтому самый типичный вариант опухолевого процесса, когда мы с вами устанавливаем категорию Bayratz-5 по ультразвуковому исследованию и принадлежит инвазивной протоковой карциноме Грейт-1 или 2, поскольку за счет выраженной десмопластической реакции она дает совершенно набор признаков специфических, который позволяет нам убедительно говорить о том, что это карциномы, как, например, в данной ситуации, это и нечеткость контуров, и спикулы, и тень акустическое за образованием, окружающие эффекты тканей со стяжением куперевых связок, минимальная вискулиризация, поскольку здесь специфические фибросы, значительно повышенная жесткость, дают нам в руки все как минимум пять признаков злокачественности, как известно, если мы имеем дело с пятью плюс признаками, то чувствительность выявления рака достигает уже 98%, то есть, несомненно, относится к категории Bayratz-5. Так вот, это интересный факт, но те критерии, по которым мы с вами привыкли работать в протоколе Bayratz, позволяют нам заподозрить или поставить диагноз карциномы, а именно нечеткий край опухоли и акустическая тень, и особенности визуализации хоппозитивного ботка по периферии опухоли, и особенности вискулиризации процесса. Все эти моменты ультразвуковые связаны с низкой скоростью пролиферации, в результате это дает организму достаточно времени для стромальных воздействий, приводит к фиброзу, который содержит фибробласты, воспалительные клетки, пролиферирующие сосудистые структуры и нормальные бронхематозные клетки, что, собственно, мы и видим при категории Bayratz 5. Но не все так радужно, как и Ольга Борисовна тоже рассказывала, что для каждого метода есть определенные ограничения. В данной ситуации существуют разновидности опухоли, которые связаны с очень высокой скоростью пролиферации, которая с меньшей вероятностью вызывает стромальные реакции, то есть ту самую десмоплазию. И в результате достаточно быстрого агрессивного роста этой опухоли, опухоль раздвигает окружающие ткани, что для нас, как для врачей, сонологов, проявляется, как здесь смотрите, на изображении, четким контуром и краем этого образования, в результате чего зачастую такое образование классифицируется как доброкачественное образование и опухоль пропускается. И вот поэтому сегодня моя задача была рассказать о некоторых исключениях из правил протокола Байратс, которые существуют. То есть есть вещи, которые вышли за рамки протокола и если мы не знаем этих исключений, мы можем пропустить рак. Но вот опять на этих изображениях видно, что наличие акустической тени, нечеткого края образования, акустических эффектов за опухолью и то есть акустической тени и в окружающих тканях как раз таки свидетельствует наличие этой бессмоплазии и в принципе ассоциация с инвазивной протоковой карциномом такого изображения она ну очень-очень высоко специфична. Однако мы видим вот такое образование, которое показывает изображение с точки зрения края и внутренней структуры доброкачественного образования эпицентка наблюдается с этим образованием как с фиброаденомой. Однако известно, что дистальное усиление за опухолевыми процессами и вообще за узловым образованием очень сильно ассоциировано с опухолями высокой степени злокачественности и умеренным риском быть негативными к рецепторам. Вот этот момент надо совершенно четко понимать. Мало того, и соноэластография, на которую мы порой очень большие надежды к ней питаем, в этих ситуациях не даст нам ответа, потому что повышенная жесткость образования, которая имеет выраженную десмоплазию, то есть фиброзную реакцию, она естественна и помогает нам в постановке диагноза. Однако те опухоли, которые низко дифференцированы с высоким методическим индексом, они часто ассоциированы с некротическими зонами, быстрым агрессивным ростом и вообще либо отсутствием, либо очень слабо выраженной десмоплазии, они не будут жесткими, и не покажут повышенную жесткость на сон эластографии, то есть отправлять для дифференциальной диагностики такие образования для, в общем, нецелесообразно. Какие еще разновидности инвазивных карциномов, инвазивная дольковая карцинома, вот то, что мы видим при УЗИ, оно очень ассоциировано с морфологией опухоли. Классический паттерн изменений, кстати говоря, Ольга Борисовна, сегодня очень интересный случай, показала в своей презентации про дольковую карциному. Распространение этой опухоли было абсолютно очевидно, значительно более выраженным на контрастной спектральной маммографии за счет контрастирования этих зон. А почему? Потому что пролиферация клеток при дольковой карциномии лишены сплоченности, они могут быть рассредоточены по фиброзной ткани или располагаться в виде линейных тяжей, пронизывающих строму. То есть они могут не дать визуальных характеристик типичного опухолевого узла, о котором мы только что говорили, когда смотрели на изображение инвазивной протоковой карциномы. И поэтому на маммограммах это могут быть просто участки локальной тяжистой перестройки структуры как раз-таки для дифференциальной диагностики, в чем нам очень может помочь томосинтез. А по УЗИ это могут быть участки так называемых non-mass-лиженств, то есть не узловых очаговых изменений. И опять-таки нужно помнить, что в случае такой морфологии карцином соноэластография может быть ложно-негативной. В данной ситуации вот в этом конкретном примере вы видите, что опять-таки здесь есть ассоциация с клиническими данными, здесь есть пальпируемые уплотнения в структуре молочной железы и еще 10 заключений ультразвуковой диагностики, которые свидетельствуют о том, что здесь нет очаговой патологии. именно потому, что мы порой не готовы визуализировать инвазивные карциномы, в частности инвазивную дольку карциному, поскольку ее нужно прицельно искать. В данной ситуации вы видите этот участок, это нельзя назвать образованием, это участок или зона неузловых очаговых изменений, но в этой ситуации очень как раз-таки наоборот помогла соноэластография. Ну и протоковая карцинома инситу тоже, чего мы ждем от изображений этой разновидности карцином морфологически они не ассоциированы с десмоплазией, ограниченным личным протоком, и поэтому чаще всего наиболее часто почти в 65% случаев они проявляют себя не образованием опухолем, а как раз-таки неузловыми очаговыми изменениями в виде гипоэхогенных зон пестрой структуры, как здесь, либо изменений млечных протоков. И эластография в этой ситуации точно так же может дать ложно-отрицательные результаты. Ну и собственно то, что я анонсировала и ради действительно ради чего мне показалось очень важным сегодня поговорить с вами. Это дифференциальная диагностика фиброденомы и трижды негативной карциномы молочной железы. На самом деле диагностика за рамками правил Байратс. Диагностика относящаяся к группе, к какому-то такому месту серой зоны ультразвуковой диагностики. Ну, конечно, изображения в Б-режиме здесь имеют определенные отличительные особенности, но по протоколу Байратс мы будем их классифицировать как категорию Байратс-3 с учетом всех тех характеристик в Б-режиме, которые характерны для Байратс-3. Что мы видим морфологически? Это фиброденома, а это трижды негативная карцинома, та самая, которая наиболее агрессивная опухоль молочной железы. Ну вот квест такой для вас. Просто пройдите его сами, попробуйте для себя решить, что на этих изображениях доброкачественное образование, какое образование может быть злокачественным. И после того, как мы поговорим про трижды негативные карциномы, мы вернемся к этому тесту и поймем уже с вами, на что мы должны акцентировать наше внимание. Общие вопросы необходимы для врачей ультразвуковой диагностики. Мы немножечко заходим на чужую территорию, на территорию онкологов. Что такое трижды негативная карцинома? Это рак молочной железы, который не экспрессирует рецепторы эстрогена, прогестерона или человеческого эпидермального фактора роста 2. То есть как раз-таки трижды негативная поэтому. По типу рака молочной железы, который представляет собой интерес, но для онкологов однозначный, потому что имеет неблагоприятный прогноз, часто ассоциирован с мутациями в генах, в частности вот Берсия-1. При этом, как вы видите, трижды негативная карцинома составляет совсем немалый процент случаев карциномы, но, что самое главное для нас, как для визуалов, как для лучевых диагностов, трижды негативная карцинома имеет особые некоторые такие специфические критерии визуализации. И в частности, помимо того, что она может выглядеть по-разному, и паттерны изображения бывают разные, но к одному из паттернов относятся правильная форма образований без ингулярного или спекулярного края, с дарзальным усилением и отсутствием кальцификации. Читай Байратс-3, Читай образование с ультразвуковыми характеристиками доброкачественности. И вот последние годы появившиеся исследования и работы показали нам, что из тех критериев, которые ассоциированы могут быть с трежды негативной карциномой, это четыре сонографических признака, которые визуализируются, определяются вместе. Правильная форма, отсутствие ангулярного или спекулярного края, дарзальное усиление и отсутствие кальцинатов. Комбинация этих четырех признаков, несомненно, для нас это проявление доброкачественного образования, но мы так к этому привыкли, о чем нам говорит протокол Байратс, да, однако комбинация этих признаков показывает очень высокую специфичность и отрицательную прогностическую ценность для подгруппы трижды негативной карциномы. Одна из статей, которая мне понравилась, потому что дает нам в руки некую такую характеристику, как красный флаг. Вот когда в голове какие-то ассоциации с такими вещами, это лучше запоминается. и в этой статье написано, что округлое образование с дольчатыми контурами при обеих модальностях, то есть при рентгеновской маммографии и УЗИ и при наличии дорзального усиления при ультразвуковой диагностике, это определенно красный флаг для диагностики трижды негативной карциномы. Вот из одной такой недавней статьи, которая пролистывала просто с интересом по поводу Байратс-3, когда читала какие-то новые данные. Ну, и вот такой момент, смотрите, речь шла о том, что если образование увеличивается в размерах в процессе динамического наблюдения за 6 месяцев на 20%, по максимальному размеру, мы все с вами это прекрасно знаем, то речь идет о том, что мы переводим его в категорию Байратс-4, и морфологически верифицируем, как здесь и было проведено. Вы видите, при инициальном исследовании образование с доброкачественными характеристиками и все, на что обращается внимание, это усиление, заднее усиление. Образование увеличилось в размерах, было морфологически верифицировано, это муцинозная карцинома, как один из вариантов хорошо отграниченных карцином. опять-таки из всех перечисленных вот этих четырех сонографических признаков для нас, конечно же, дорзальное усиление является крайне важным моментом, на который мы обращаем внимание. И многие очень авторы научных исследований, последних опубликованных статей говорят о том, что на самом деле с учетом особенности визуализации трежда негативной карциномы это может быть сложным моментом, особенно требует дополнительного внимания, особенно умения опытных врачей, потому что их опыт вообще в постановке диагноза рак еще невелик, и когда ориентируемся мы только на протокол Байратс с точки зрения категории Байратс-3, мы упускаем возможность диагностировать эти карциномы. Вот как применяются эти четыре сонографических признаков. Всегда ли это будет злокачественное образование? Ответ нет, конечно. У нас есть разные морфологические фиброденомы, это интраконолекулярные фиброденомы, сложные с точки зрения морфологической структуры, конечно же, они тоже могут дать дорзальное усиление, однако еще раз запомним с вами навсегда, что вот эта ассоциация четырех сонографических признаков должна для нас инициировать повод для морфологической верификации. И вот смотрите, не буду спрашивать, потому что не имею обратной связи, как бы вы оценили, расценили эти очаговые образования. Вот эта группа фиброденома, а эта группа трижды негативных карцином. Конечно же, и даже опытному глазу очень трудно дифференцировать их с учетом их очень похожих характеристик в Б-режиме. Конечно же, в основном на дорзальное усиление, как на единственный симптом, на который мы можем опереться в диагнозе, мы обращаем внимание. Ну, к счастью, не все всегда так плачевно, да, существуют другие паттерны изображения трижды негативной карциномы, которые, скорее всего, нам не дадут возможности прямо четко совершенно понять, возможно, какой это иммуногистохимический тип. Однако, опять-таки, хочу сказать, как один из паттернов, это изменения, которые могут визуализироваться как неузловые очаговые изменения, то есть не как опухолевый процесс. Мы к этому должны быть готовы, потому что мы всегда должны быть готовы получить определенного рода гистологическое заключение, как сказала Ольга Борисовна. То есть наш опыт, он подсказывает нам, что мы увидим в гистологии. Если гистологическое заключение не соответствует этому, то, несомненно, это повод призадуматься для дальнейшего обследования этой пациентки или возможно оперативного вмешательства. Другие паттерны вот этот еще интересен очень для нас как для диагностов. Это отсутствие ангулярных и спекулярных краев, но нечеткость края. И поэтому мы с вами говорим, что нечеткость края один из важнейших критериев. То есть считай самый главный в оценке образования отнесения его к категории БАРАЦ. Поэтому такие вещи, как здесь, например, с оценкой неадекватной края изначально привели к тому, что такие пациентки наблюдались с карциномами, расцененными как фиброденомы. Опять-таки обращайте внимание, что в различных паттернах изображения негативной карциномы мы видим практически везде дарзальное усиление, как некий вот знак для нас, вот тот самый развивающийся красный флаг. Сложна дифференциальная диагностика, поэтому из тех критериев доброкачественности, которые мы знаем, наиболее ассоциированный с трежнегативной карциномой будет дарзальное усиление. Поэтому если есть четыре ассоциированных признака и дарзальное усиление, мы всегда с вами инициируем категорию Байрас-4 и морфологическую верификацию этих образований. А теперь сравним то, что вы подумали об этих образованиях в квесте и с тем, что это на самом деле оказалось. Интраконолекулярная фиброденома с дарзальным усилением, трижды негативная карцинома, трижды негативная карцинома и фиброденома. Поэтому конечно же вот в данной ситуации лично я не вижу дарзального усиления, поэтому это как раз таки то самое образование, которое мы смело можем отнести к категории Байрат-3 в отличие от всех остальных образований. Ну и чуть-чуть поговорим все-таки. Это было то самое главное, то, что я хотела донести до вас в своем докладе, но существует большое количество и доброкачественных заболеваний молочных желез, которые симулируют карциному. Они тоже двойники, но двойники как бы в обратную сторону, то есть образование, которое мы подозреваем злокачественности, но которое показывает доброкачественную морфологию. Когда нам этого ждать? Когда это может быть? мы тоже должны быть готовы получить некую гистологию, которая может соответствовать реальным процессам. Так вот, можно подразделить все изменения, которые есть в молочной железе, которые могут симулировать наличие карциномы на три большие группы. Это воспалительные заболевания молочной железы, это пролиферативные заболевания, несомненно, и ряд редких доброкачественных опухолей, которые очень часто дают картину неспецифическую. Воспалительные заболевания острые, конечно же, для нас в общем легки для диагностики по той простой причине, что к ультразвуковым симптомам у нас есть клиническая симптоматика, с которой мы имеем дело. Однако опять вот смотрите, ну как бы вернемся памятью к докладу Ольги Борисовны, где картина, которая может соответствовать нелактационному маститу в пациентке, нелактирующей, да, картина, которая может быть очень сложна для дифференциальной диагностики и на маммографии определяться только как утолщение кожи, асимметрия или нарушение архитектоники. Когда мы говорим об остром процессе с клиникой, это одна история, но когда мы говорим о каких-то пальпируемых изменениях и при этом образованиях, которые или участках, как данной ситуации на видеопетле, неузловых очаговых изменениях, с кальцинатами, нечеткими контурами регионарного распространения, которые мы должны как-то объяснить. Вот морфология такой хронический воспалительный процесс может выглядеть причудливо, как одна из разновидностей воспалительного процесса, встречающегося достаточно редко, однако мы порой все-таки видим такие изменения, это гранулематозный мастит, это воспаление молочной железы неизвестной теологии, гранулематозное воспаление, собственно говоря, в основе морфологии, в которой лежит некроз жира, образование абсцесса и фиброзирование ткани, как конечная стадия процесса. Один из основных этиологических факторов патогенеза этого заболевания считается аутоиммунный процесс, но в общем это диагноз исключения, поставить такой диагноз порой можно, только исключив другие какие-то заболевания. И вот при гранулематозных маститах мы действительно можем видеть изменения, которые симулируют карциному. При УЗИ это могут быть участки гипоэхогенные или гипоэхогенные образования, неправильные формы. В зависимости от стадии процесса или обострения или затихания этого процесса мы можем видеть различную интенсивность кровоснабжения. это может выглядеть как нарушение архитектоники, сопровождаться акустической тенью, клинической симптоматикой. Смотрите, как здесь на видеоролике втяжение соска, утолщение кожи у достаточно молодой женщины. Это может сопровождаться выделениями соска. И это все, конечно, и клинически порой, и при ультразвуковом исследовании заставляет нас сомневаться и проводить дифференциальный диагноз с опухолевыми процессами. Мы, вот здесь вот я не зря дала те варианты, которые могут быть изменений в клеточных и гистологических, которые мы получим в результатах морфологического гистологического исследования, потому что редко, когда гистологи нам прямо так и напишут гранулематозный мастит, но изменение клеток, появление гранулематозных узелков, гистеоцитов, плазматических клеток подскажет нам диагноз. Как одно еще из разновидностей воспалительных заболеваний это лимфоцитарный мастит или диабетическая мастопатия, термины, обозначающие в принципе одно и то же. единственное, что диабетическая мастопатия это этот лимфоцитарный называют господа вас слышно в эфире, пожалуйста, не говорите, называется диабетическая мастопатия. Но тоже опять-таки диабетическая мастопатия и лимфоцитарный мастит очень часто связанная с пальпируемыми уплотнениями. И при ультразвуковом исследовании в силу фиброзных изменений ткани, которые развиваются, этот фиброз с переваскулярной лимфоцитарной инфильтрацией с атрофией долек выглядит как тот самый узел карциномы с акустической тенью и нечеткими контурами, который характерен для десмоплазии. Пролиферативные заболевания это то, что чаще всего вызывает нас сомнение, то, что чаще всего мы дифференцируем. И буквально пунктиром мы пройдемся по этому. Жировой некроз напрямую не относится к пролиферативным заболеваниям, но мы часто с этим встречаемся, жировой некроз состояние, которое ассоциировано с каким-то вмешательством хирургическим травмам молочной железы, лучевой терапии. Опять-таки порой очень трудно бывать, даже зная о том, что это было. Например, лучевая терапия. Наша задача получается дифференцировать эти изменения с рецидивами, что бывает совсем непросто и требует морфологической верификации, поскольку эти изменения могут быть очень-очень похожи. И вот здесь опять-таки напоминаю, что все-таки тема нашей сегодняшней секции это мультимодальный подход. Поэтому в ряде случаев, вот меня часто спрашивают, слушайте, а почему вы решили, что это олеогранулема? Ну, во-первых, это опыт, а во-вторых, конечно, ассоциация с изображением на рентгенской мамограмме. Поэтому, когда мы сопоставляем данные, у нас нет лишних инвазивных вмешательств. Поскольку исходом жирового некроза часто является фиброз, то и эластография опять-таки в этой ситуации занимает совсем не лидирующие позиции, поскольку очень часто покажет ложноположительные результаты и не поможет нам ответить на вопрос дифференциальной диагностики. поэтому это тоже как вариант исключения мы должны знать. Как один еще из вариантов это стромальный фиброз. Вот здесь морфологически верифицированный стромальный фиброз. Опять, смотрите, все то, что дает вероятность какой-то десмоплазии, то есть нечеткие контуры, акустическая тень. Опять морфологические изменения, которые связаны с зоной фиброзной ткани гипоплазии млечных протоков и долек. Именно поэтому почему мы говорим про двойники, потому что когда где-то совпадает морфология, начинают совпадать и ультразвуковые проявления. Ну и последнее, наверное, то, о чем уже я скажу сегодня, это склерозирующий аденоз. Склерозирующий аденоз, пролиферативные изменения. Смотрите, не зря красным цветом это выделила, которые характеризуются деформацией долек с увеличенным количеством ацинусов и десмоплазии. Вот сама морфология этого процесса пролиферативного, она диктует нам вероятность того, что мы увидим нечто, что может напоминать карциномы. Так зачастую бывает. Это могут быть и нечеткие контуры, это может быть и тень. Склерозирующий аденоз часто ассоциирован со скоплением кальцинатов в этой зоне, и это, конечно же, требует очень часто морфологической верификации. Ну, и вот это вот изображение, это видео, которое для меня апофеоз двойников. Вот апофеоз, вот это я здесь в углу, вот с вытращенной глазами, потому что я абсолютно убеждена, как врач удрозвуковой диагностики, что это мультифокальная карцинома. И по всем признакам изображения в B-режиме, изображения эластографического, жестких образований, и однако же при постоперационной гистологии вот это образование, это инвазивная протоковая карцинома, а вот это вот образование, это локализованный фиброаденоматоз с выраженной пролиферацией эпителия. Это вот к тому, как пролиферативные изменения могут реально нам напоминать карциномы, и конечно же только порой морфологическая верификация даст нам ответ, но мы с вами должны об этом знать, что это реально, это возможно. Мы не будем говорить про доброкачественные опухоли, они встречаются достаточно редко, за исключением пожалуй гомортомы, но гомортомы часто имеют все-таки специфические ультразвуковые признаки, и достаточно убедительно мы можем поставить этот диагноз, однако другие разновидности опухоли, как вот здесь тубулярная аденома представленная, они действительно могут симулировать, и это бывает тот самый неожиданный для нас диагноз морфологический, поэтому в завершении, что я должна сказать, вот когда мы знаем о множественных двойниках злокачественных новообразований, когда мы знаем, помимо того, как не пропустить рак в ситуации, исключение из правил бороться, но когда мы знаем, что мы можем ожидать, это, конечно же, собственно говоря, ключевую роль играет в нашем радиолого-патологическом согласовании и, соответственно, клиническом ведении наших пациенток. Благодарю за внимание. Сейчас я посмотрю вопросы, поскольку они здесь присутствуют. Михаил Михайлович задает вопрос, как вы считаете, что является показанием к немедленному проведению биопсии при формальном Байратс-3? Михаил Михайлович, если вы устанавливаете категорию Байратс-3, то ничто не является в данной ситуации показанием для биопсии. Категория Байратс-3 подразумевает короткие промежутки наблюдения по протоколу Байратс следующим образом. Контроль через 6 месяцев, если нет изменений, остается категория Байратс-3, снова контроль через 6 месяцев. Опять-таки, если нет изменений, то тогда вы можете, оставив категорию Байратс-3, сделать следующий контроль через год. И в целом по протоколу Байратс, категория Байратс-3 наблюдается 2-3 года, и потом вы уже переводите ее в категорию 2. То есть, если то, о чем мы сегодня говорили в начале, вот эти четыре формальные признака, есть их ассоциация, то вы, конечно же, выставляете категорию Байратс-4. Так, я пропустила еще какие-то вопросы. Сейчас я к ним вернусь. Екатерина Дмитриевна, кто из специалистов направляет пациентку на проведение томосинтеза? Рентгенолог или мамолог? Ну, это вопрос к Ольге Борисовне, я не знаю, может быть, она уже, наверное, покинула нас, но, конечно же, на томосинтез, если пациентка пришла, и есть возможность провести томосинтез, на практике так, да, то рентгенолог, если это режим скрининга, то онколог, мамолог сразу же назначает томосинтез для более чувствительной диагностики. Про мутацию мы уже ответили, что-то про мутацию вопросов три. там Антон Александрович буквально с самого низу к вам вопрос. Хорошо. И у меня есть к вам вопрос, Ирина Александровна. Причательно, Владимир Вячеславович, где же еще как мне на вебинаре встретиться и поговорить? Ну, мы встречаемся только на вебинаре в последнее время. К сожалению. Подскажите, пожалуйста, в Санкт-Петербурге какие клиники рекомендуете для выполнения томосинтеза? Ну, я не могу, конечно, рекламу делать, но в ситуации, когда нам нужен ответ, например, я работаю в частной структуре, направляю пациенток либо в Институт онкологии к Антонине Викторовне Черной. Мы часто сотрудничаем с клиникой управления делами президента с учетом очень хорошего качества оборудования и высокой квалификации врачей. Но это не реклама, поверьте мне, просто я говорю то, ну, как специалист, который с этим просто работает. Наверняка, конечно, можем большое качество перечислить. Кстати, может быть, Владимир Вячеславов сейчас добавит. Так, что еще? Томосинтез идеален при нарушениях архитектоники при ТПА и Б. При плотном фоне контрастные методы более информативны. Это уже не вопрос, да, а, в общем, некий постулат. Здравствуйте. Как часто встречаются трижды негативные карциномы? По статистике трижды негативные карциномы из всех видов рака составляют 15-20%. То есть на самом деле нередко. Никита Андреевич Антипов, мой хороший знакомый. Признаки трижды негативной карциномы, как их верифицировать и будет ли действовать правило Байратс-3, контроль через 3-6 месяцев. Никита Андреевич, по-моему, основная часть моего доклада была посвящена этому. Если речь идет про сочетание четырех признаков, возвращаясь к этому, ассоциацию четырех признаков, которые включены помимо признаков доброкачественной еще ассоциация с горзальным усилением, мы будем выставлять категорию Байратс-4 и верифицировать. Тогда мы не пропустим трижды негативную карциному. Это на настоящий момент существующее такое положение. Добрый вечер. Антон Александрович Хоменко. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, при наличии образования сомнительными их графическими симптомами на грани фиброденом и трижды негативной карциномы каков диагностический алгоритм? МРТ, томосинтез, наблюдение через 2-3 месяца биопсия. Спасибо. Значит, дорогой Антон, что касается вообще практики Байратс, вы не можете выставлять категорию с расчетом на то, что сейчас вы уточните на МРТ и вам будет все ясно. Вы выставляете категорию конкретно ту, которую вы хографически видите. С трижды негативной карциномой с подозрениями на нее еще раз возвращаясь к Никите Андреевичу и к вам. Вопрос не праздный, потому что вопросы такие бывают. Естественно, получается, мы что должны, вот, наверное, мне бы было понятнее, если бы вы задали мне вопрос, мы что, все фиброденомы должны верифицировать? Ответ нет, не все, только те образования хорошо отграниченные, которые имеют дорзальное усиление. По статистике, этого не было в моем докладе, скажу на словах, по статистике морфологически фиброденомы делятся на простые, их большинство, а именно 86%, примерно по статистике. Это образование, конкретно имеющее типичные характеристики фиброденомы с отсутствием дорзального усиления. Существует сложный фиброденом морфологический, в них есть разные изменения, в том числе кисты, есть склерозирующая водоноза, элементы и так далее. Эти фиброденомы могут показывать дорзальное усиление, но их по статистике не более 14%. Мало того, их вообще нужно верифицировать тоже, для того, чтобы понимать дальнейшую тактику. Поэтому еще раз мы запомнили это навсегда. Дело в том, что вот не зря я показывала вам много, постаралась побольше этих изображений показать. Каждая гистология в этой ситуации это для врача-диагноста изумление. Это правда. Поэтому мы не можем точно сказать. Поэтому для этого собственно и проводятся все эти исследования. К сожалению, такой вид опухоли реально мало того, он встречается у молодых женщин, у которых мы прежде всего ожидаем фиброденомы. Поэтому морфологическая верификация. Сразу Байрас-4. Не всегда могут ответить дополнительные методы. В этих ситуациях мы порой на них не идем, а сразу назначаем крипангиопсию. Ну, извините, что длинно, может быть просто потому, что этот вопрос действительно достойный обсуждения. Так, следующий вопрос. Много вопросов. Это хорошо. А, про Михаила Михайловича мы уже отмечали. Ирина Александровна, как ведут себя региональные лимфоузлы при трижды негативной карциномии? Точно так же, как и при любой другой карциномии, только дестазирование может быть быстрее, и рецидивы развиваются значительно быстрее. Поэтому это агрессивная биология опухоли обуславливает то, что время имеет значение. Понимаете, то есть вот эти вот давай полгода понаблюдаем, она выросла, и мы сделали биопсию с точки зрения распространения опухоли это поздно. Это не та диагностика, к которой мы стремимся с этими образованиями. Вот в этом, да, сложность. И, конечно же, и онкологи тоже должны быть к этому готовы. По-моему, вопросы закончились. Владимир Вячеславович, уйдите? Да, все, вы прошлись по всем, Грина Александровна. Вопросы мы прошлись, и поэтому мы, в принципе, в нашем графике, у нас по времени все нормально, и поэтому я предоставляю слово с большим удовольствием. А, вопрос ваш. Вопрос мой вот такой, Ирина Александровна, что сейчас вот эластография применительная к средам молочных желез, она уже как само собой разумеющаяся, или же это все равно еще под вопросом ее использования? вот в вашем докладе вы не делали акцент на это вообще, а обычно всегда сейчас в последнее время об этом говорят. Вот я удивился и хочу спросить, вот это уже пошло как рутина в представительную жизнь? Абсолютно верно. это рутинное исследование. Протокол Байратс менялся, наверняка он делал это и для МРТ тоже, про который сейчас мы будем говорить. Последний пересмотр Байратс, пятое издание, это 2013 год. И именно в этом уже переиздании протокол включено в рутинное исследование эластографии, по которой мы должны описывать образование как мягкое, средней жесткости и жесткое. Но мы с вами говорим о сложных случаях. Ну понимаете, про протокол Байратс мы знаем все, мы им пользуемся. Мало того, уже, ну например, акушеры-гинекологи не могут вести своих пациенток по их новому приказу без того, что у них есть категория по Байратс, да, в заболевании молочной железы. Поэтому эластография используется, она может помогать. Другой вопрос, что я как специалист, вот чем больше работаю, я для себя понимаю, что правильнее действительно делить соноэластографию на негативную, то есть, когда вот все зелененькое, даже трижды негативная карцинома при всем своем вот таком пиетете перед ней все-таки даст хотя бы второй тип эластограммы. Поэтому негативная это доброкачественная, позитивная четвертый и пятый типы, это то, что требует верификации, сомнительная это второй и третий типы. То есть, когда в ситуации, например, трижды негативной карциномы изображение в Б-режиме, вот эти четыре признака, они перевесят сонную эластографию. Ну, поэтому мы говорим про исключения, это варианты исключения, так же, как и дольковая карцинома, так же, как протоковая карцинома ин-ситу. Мы сейчас ее диагностируем часто, мы с вами проходили, ну, со слушателями, я имею в виду, много говорили про неузловое очаговое изменение, наши возможности расширились. Ориентироваться там на сонную эластографию нельзя, нельзя в силу графологии опухоли. Поэтому вот такой мой ответ, пожалуй. Поэтому, дорогие коллеги, предоставляю слово Владимиру Вячеславовичу Оточкину, кандидату медицинских наук, доценту кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии, университета имени Мечникова и заведующему кабинетом МРТ Ленинградской областной клинической больницы. И доклад его будет посвящен проблемам и путям решения их при интерпретации МРТ-маммографии на примере клинических случаев. Пожалуйста, Владимир Вячеславович. Добрый день, дорогие друзья. Елена Александровна, спасибо за возможность выступить в одной секции, как я считаю, с корифеями лучевой диагностики в отношении молочных желез. И Ольга Борисовна, Ирина Александровна, когда-то это были мои учителя в какой-то мере, когда я ещё учился, а сейчас выступаю как специалист по МРТ, исследуя по магнитно-резонансной томографии. И я должен рассказать о том, что, какие есть мифы в отношении магнитно-резонансной томографии, какие есть проблемы, потому что есть такое мнение, что если мы говорим про МРТ, что это метод, который вообще ответит на все вопросы уже после УЗИ, вместо УЗИ, вместо рентгеновской мемографии, вот я хочу развеять эти мифы, потому что сталкиваясь со следовием молочных желез, и самое главное, что чем больше лет я занимаюсь МРТ, в частности МРТ-мемографией, тем больше я начинаю думать уже о каких-то мифах и недостатках этого метода, чем раньше я начинал. Чем было меньше знаний, тем было легче интерпретировать МРТ-мемографию, то есть диагнозы сами просто легко так ложились, а чем больше проходит времени, тем больше я сижу, вожусь с этими изображениями и больше трачу времени, и больше внутри каких-то сомнений появляется. Так вот, я хочу сказать, что первый миф заключается в том, что МРТ это метод вообще запредельный, вездесущий, и он лучше других может ответить на какие-то вопросы, которые задает нам клиницист. Но дело все в том, что клиницисты, если вы занимаетесь МРТ-момографией, вы прекрасно видите, что клиницисты, они чаще всего пользуются именно рентгенской момографией и ультразвуковым исследованием молочных желез. до МРТ-момографии обычно и не доходят по той простой причине, что, во-первых, не каждый делает, не каждое учреждение выполняет МРТ-момографию, с одной стороны. С другой стороны, не все клиницисты понимают, зачем нужна МРТ-момография по той простой причине, что уже все ответы на вопросы поставленные клиницисты уже получил, и ему, в принципе, МРТ-момография он не знает, для чего и нужна. Но еще раз подчеркну, что то, что МРТ может все, это совершенно точный миф. Самая главная проблема в том, для тех, кто занимается МРТ, то, что МРТ-момография это очень сложный диагностический метод. Почему сложный? Потому что занимаясь рутинной какой-то нейрорадиологией, рентгенолог сталкивается со статичными какими-то изображениями, где, допустим, головной мозг, гемотенцифалический барьер, где, если ничего не копит, то, значит, замечательно и хорошо. Если есть какой-то очаг, мы его сразу видим, копит, не копит, оцениваем и какой-то диагноз ставим. Да, есть сложности в нейрорадиологии свои, но, допустим, в головном мозге нет такой проблемы, как менструальный цикл, там нет железистой ткани, которая ведет себя у разных пациенток, по-разному, по-разному копит контраст, множество проблем. И если в головном мозге мы идем спокойно и видим перед собой извилинные доли, очаги, все нам понятно, то молочный железе, рентгенолог пробирается через дебры железистой ткани и пытается в них исключить рак и часто остается в сомнениях и не всегда удовлетворен результатом своего труда. Поэтому почему мартомомография это сразу же рентгенологу предлагается делать исследование, сразу рентгенолог либо его делает, начинает либо буксовать, потому что все-таки это сложно. Тут надо анализировать не просто постконтрастные триплоскости, надо анализировать целую уйму, состоящую из тысяч картинок постконтрастных, мало того, что много фаз, еще и помимо каких-то суммационных фаз постконтрастных, еще и вычтенные, потому что много очень нюансов. И в связи с этим все-таки это исследование действительно сложное для интерпретации, для рентгенолога и очень много нюансов, вопросов, и они не то, что исчезают с появлением статей и новых каких-то руководств, они остаются, никуда не деваются, и как бы мы ни старались это исследование сделать высокоточным, информативным, она все равно где-то свои позиции все равно отдает рентгеновской монографии и утрозвуковому исследованию. Так что при МРТ-момографии, в отличие от других МРТ анатомических зон, которые мы обследуем, проблемы начинаются до исследования. И большинство рентгенологов отказываются уже от самой мысли об МРТ-момографии еще перед тем, как все это начинается. Очень много нюансов. Один из таких нюансов – это менструальный цикл и гормонально-замесительная терапия. Почему? Потому что если мы, допустим, возьмем другую анатомическую область, ее просто сделаем и будем описывать, то здесь, взяв просто пациентку, как говорится, с колес, невзирая никакие вопросы, просто положим ее в аппарат и проконтрастируем, то мы, может быть, нам повезет. А в какой-то ситуации мы наткнемся на неправильный день цикла, при котором рекомендуется исследовать МРТ, выполнять МРТ. И у нас будет разочарование. Разочарование заключается в том, что если мы будем пренебрегать рекомендацией исследовать все-таки МРТ, молочных желез, с пятого, допустим, по двенадцатый день, мы все больше сужается, все больше сужается эта промежутка, в которой лучше всего делать МРТ. Если мы будем пренебрегать этой рекомендацией, то мы наткнемся на то, что железная ткань будет копить контрастный препарат, а мы МРТ будем выполнять, молочные железы, исключительно сконтрастирование, бесконтрастирование, делать это, в общем-то, нецелесообразно, потому что это дает большой пласт информации в нашей официальной диагности. Так вот, если мы выполняем МРТ в не тот день цикла, мы наткнемся на проблему, связанную с интенсивным накоплением контрастного вещества в железной ткани. Чем это грозит? Это грозит тем, что мы не сможем эту пациентку отпустить со спокойным сердцем и сказать, что там нет злокачественного образования и все там хорошо. Все-таки хорошее исследование, вот лично для меня то, когда я пролистываю вычтенные изображения молочных желез и не вижу накопления вообще. Вот это все-таки и по моему ощущению, и по литературе, вот это хорошо, когда ничего не копит ни в одной из молочных желез. Вот это спокойно можно все-таки практически с большой долей вероятности говорить о том, что там нет рака. И пациентке можно спокойно ответить, что в общем-то все в порядке, идите консультируйтесь к мамологу. А когда мы натыкаемся на диффузное накопление, неравномерное накопление, интенсивное накопление железной ткани, тут говорить о каком-то исключении совершенно невозможно. И самое главное, что в этой ситуации пациентка она отдает огромные деньги за МРТ молочных желез контрастированием. И вы в заключении пишете, что рекомендовано выполнить снова МРТ молочных желез, но после отмены, допустим, гормональной терапии через два месяца, или же выполнить в такой-то день цикла. И пациентка получается, что впустую потратил свои деньги, время, и вы написали, как говорится, отписку, и это совершенно недопустимо. И по отношению пациентки, по отношению к себе и академически тоже недопустимо. На одном слайде вы видите, как интенсивно копит контрастное вещество железная ткань, и это накопление иногда очень интенсивно даже и в процентном соотношении и может демонстрировать и плата, что в принципе тоже не исключает там где-то среди накопления какого-то очага или зоны неоплазии. Поэтому лучше всего, чтобы исследование проводилось либо в рекомендованные сроки менструального цикла, либо все-таки мы как-то уделяли внимание тому, принимает ли пациентка гормоны. потому что гормоны, да, есть мнение, что не все гормоны дают какие-то изменения, но мы люди пытливые, мы все попробовали, мы смотрели неправильную фазу цикла, мы смотрели на фоне различных препаратов гормональных приемов, и кроме разочарования в целом и чувства неудовлетворения от того, что мы что-то пропустили, вот ничего не остается, поэтому стоит ли делать в неправильной фазу цикла и на фоне гормональной терапии, ну вот в целом есть ощущение, что не стоит, но вот на опыте не просто так вот из книг, что не стоит, а мы пробовали, делали по разным причинам, ну и сталкивались с тем, что остаются вопросы и какие-то вот моменты неприятные для вас и для пациента. Второй момент, пациентка после химилучевой терапии под ураком молочной железы, стоит ли делать МРТ вот например сразу же там по любому требованию клинициста или не стоит. Здесь речь идет о том, что лучевая терапия это в принципе то, что приводит к изменениям всей структуры железы, возникает отек железы, возникает отек и кожи, подкожжевые клетчатки и этот отек ладно бы отек идет накопление контрастного вещества, интенсивное накопление. Здесь все зависит от задачи, которые ставят клиницист. По литературе рекомендуют МРТ делать через 12 месяцев после окончания лучевой терапии и это связано с тем, что уменьшаются постлучевые вот эти отечественные воспалительные изменения и вроде как будет меньше накопления, которое нас будет приводить к каким-то ложноположительным, ложноотрицательным результатам. и поэтому здесь вопрос задачи. Если клиницист говорит, вот мы сейчас облучили рак молочной железы, мы хотим понять, пошла ли терапия этой пациентки, изменилась ли структура, изменилось ли накопление котрясного вещества именно конкретно этой опухолью. Здесь безусловно можно выполнить это исследование и через какой-то более короткий промежуток после лучевой терапии, потому что задача ясна. Почему назначается МРТ в динамике? Иногда, опять же, когда железа с послучевыми изменениями, иногда бывает, что непросто пальпаторно либо другими методами понять, что там происходит на фоне отёка с этой опухолью. И в этой ситуации, конечно, бывает назначить МРТ. На данном слайде вы можете увидеть слева два изображения. Это опухоль до химолочевой терапии через три месяца справа. Так вот, на постконтрастных изображениях мы видим опухоль классическую с втяжением кожи, всё как положено, с неровными контурами, с интенсивным накоплением. Если посмотрим на паттерн накопления, которое существует, то увидим красный цвет, что говорит о интенсивном накоплении, стремительном накоплении и быстром вымывании. На исследовании через три месяца мы видим, что опухоль уменьшилась. Но не это главное, что она уменьшилась. Мы прекрасно видим, что уменьшилась. И возможно, даже можем пропальпировать, что уменьшилась. Самое главное, что изменилось накопление. Причём глазом оценить накопление невозможно. Но мы видим, что то белого цвета, что это интенсивность, она в принципе одинаковая на глаз. Поэтому мы всегда строим кривые, оцениваем процент накопления в данном случае и как накапливает и как умывает. До химилочевой терапии есть вош-аут эффект, а через три месяца вы видите, красного цвета нет, осталось только фиолетовый. То есть эта зона, она в конце концов превратится в фиброз. В данный момент не то, что уменьшилось, но и пропали участки интенсивного накопления. То есть опухоль, она начала процесс своего лечебного патоморфоза и в конце концов это все закончится фиброзом и через 12 месяцев даже вот этого фиолетового цвета не будет. Будет вот такое уже накопление, как в принципе в остальных тканях. Поэтому делать ли после химилочевой терапии или нет, здесь вопрос другой. Для чего? Если, как я говорил, хотят посмотреть, пошла ли терапия или нет, допустим, что уменьшилось, не уменьшилось, это мы ответить можем. А говорить про остальные отделы железы, что там происходит, не всегда мы можем. Лучше подождать. Ну и когда все-таки все вопросы мы с вами обсудили, и цикл собрали, и гормоны она не принимает, все вроде хорошо, а мы попытаемся будет исследование, и пациентка не помещается в апертуру магнита. Почему? Катушка для исследования молочных желез очень высокая, и пациент не обязательно даже с большой массой тела. Он может быть вполне себе среднестатистическим, но может быть большой усиленный тифоз, и пациент вот это все в совокупности дает большой объем, пациент не помещается в апертуру магнита. И тогда, конечно, что в этой ситуации сделать? Мы ничего не можем сделать, потому что сделать ему другое исследование какое-то мы можем, там катушки не такой высоты. А вот это исследование, к сожалению, катушка красивая, удобная, но, к сожалению, не все мы можем в нашем аппарате выполнить такое исследование. Все-таки, когда мы исследование с вами сделаем, будут следующие проблемы. Проблемы только начнутся. Если сейчас мы прошли ряд каких-то препятствий, которые мы выдержали и все-таки собрались выполнять исследование, то все-таки когда если мы сделаем, тут начинается интерпретация, анализ, работа с этими тысячами изображений, то есть другие регионологи рядом сидят, пишут с вами обычные рутинные исследования, а вот вам сегодня попался молочная железа, и вы ушли куда-то в другое помещение, и там засели с ней на час-другой, еще и завтра вернулись к этой молочной железе, потому что хочется с ощущением переспать, и заново взглянуть уже на железу на следующий день. Ну так вот, идеальное исследование это то, на котором на вычтенных изображениях ничего, нет никакого накопления, тогда здесь все-таки становится спокойней, а когда мы сталкиваемся с накоплением неоднородной железной ткани и пытаемся там что-то исключать, все-таки это я уже говорил, что это вызывает уже какое-то беспокойство, но опять же проблема в том, что мы будем анализировать не просто постконтрастные фазы различные, но и вычтенные фазы, потому что штука вычтенная фаза, здесь вы видите, как будто копит все железистые ткани, но когда мы посмотрим вычет, вычет это показано только лишь на коплении, то есть здесь лишних деталей нет, только на коплении, если на вычтенное ничего нет, значит действительно ничего не копит, поэтому когда нет накопления, врачу-рентгенологу становится спокойнее. Какая проблема при интерпретации молочных желез? Мы с вами видели на слайдах, которые были ранее, крупные такие образования, ярко-красного цвета, с такими паттернами, яркими, красными, эти образования находить легко, их видно даже на нативных изображениях, и ясно сразу же, что это рак по их контурам, по их сигнальным характеристикам, проблема заключается не в них. Все-таки когда опухоли круглые, округлые, неправильные формы, и которые рентгенолог видит хорошо, у него повышается самооценка, и он пишет это в заключении, стадирует в Айрацу, и все в общем-то здесь ясно. А потом появляются всяческие участки накопления у каких-то других пациентов, и вот когда смотришь на эти участки накопления, вот они и вызывают трепет, потому что не все так просто. Так вот, не все так просто, потому что существует одно дело похожее на узловое образование рак, и есть рак в виде участков каких-то накоплений, линейной формы и прочим, и здесь разобраться сложно. Что я для себя понял за все это время, что преступлением является то, что вы не обратите внимание на подобное накопление и не вынесите его в заключение, потому что на мой взгляд лучше, чтобы в заключении был акцент сделал на то, что вам не понравилось, и мамолог уже оценивая все методы и в том числе еще пальпацию, которые и всяческие еще там моменты, уже принял решение, считает ли он это проблемой и хочет ли он это биопсировать, потому что иногда мрт-момографии здесь для точного диагноза будет не хватает. И вот вы видите на фоне практически отсутствия накопления на вычетном изображении ничего нет. Есть вот такая линейная зона накопления по ходу протоков. И в такой ситуации в каком-то проценте случаев может быть выявлен рак. И здесь не так просто это дифференцировать, но обязательно нужно вот такую выявленную зону обязательно вынести в заключение и обратить на нее внимание. В данном случае мы говорим о проявлениях аденоза, но тем не менее спокойствие от этой картины, уверенности в том, что когда вы описываете, что это наверняка доброкачественные изменения, у вас не остается. Вот еще один пример, очень похожий на предыдущий. Вот на обычном постконтрастном обзображении, где все суммационное есть, все, что копит, не копит, все наложилось одновременно. Мы смотрим, видим что-то подобное, более выраженное, но когда смотрим в вычет, здесь особо накопления нет. Это просто зона расширенных протоков. Это тоже не очень хорошо, что это есть, но в целом мы спокойны в том плане, что здесь нет накопления и вынесем как дуктоэктазию, но в целом здесь уже мамолог будет решать в совокупности с другими методами, что он с этим будет делать. И вот еще один пример, примерно тоже похоже на предыдущие два. Мы видим с вами опять накопление по ходу расширенных протоков. Но когда смотрим вычет, все-таки здесь что-то копит, и вот это уже для нас относительно тревожная ситуация. Все-таки когда они копят, это одна ситуация, здесь копят, поэтому здесь такой тревожный момент, который мы тоже обязательно должны отразить в нашем заключении. Большую проблему еще представляет всяческие очаговые накопления, есть так называемые фоновые накопления, на которые трудно не обращать внимания, потому что они тоже бросаются в глаза. А есть накопления похожие как узловые накопления, но когда мы с вами построим кривую одному из этих очагов, то мы столкнемся исключительно только с персистирующим накоплением, вроде как кажется, что интенсивно, но тем не менее эти накопления меньше 100%, они постепенно, медленно накапливаются с максимум срочным фазом. И в целом такие участки мы бы трактовали может быть в какой-то ситуации как аденоз, но эта пациентка на фоне терапии тамоксифеном она перенесла мастектомию, и мы видим только одну малышную железу, и тут вопрос, это считать изменения обусловленной терапии тамоксифеном, или же это все-таки аденоз, как у женщины, которая не находится ни на какой терапии. Тоже большой вопрос, но все-таки персистирующее накопление подобный тип кривой для нас все-таки позволяет все-таки понимать, что это изменения доброкачественные в любом варианте, хоть так, хоть и так, но тем не менее нам не нравится, что это все есть, и это вызывает определенную тревогу. Пациенты прооперированные нерадикально тоже приходят на МРТ в основном с целью оценить те рубцовые изменения, которые сформировались в зоне удаленной опухоли. мы с вами можем увидеть деформацию внутреннего контура молочной железы и зону рубцовых изменений там, где удаляли образование. Первое, что мы видим, что на выщенных изображениях здесь абсолютно нет интенсивного накопления, и нас это вызывает в целом положительное какое-то решение в отношении отсутствия рецидива, продолженного роста и все прочее. Ну, а на обычном Т2 в завершенном изображении вы видите зону фиброза вокруг какой-то сформировавшейся полости в зоне вот такой вот резекции. То есть это послеоперационная полость, послеоперационного рубцового изменения. Накопления нет, всю эту пациентку можно отправить наблюдаться дальше и не сомневаться в том, что здесь ничего плохого нет. И еще одна пациентка после хирургического лечения мы с вами можем увидеть вот такую вот сформировавшуюся гематому, которая интенсивно копит контраст по периферии и в принципе гематома может копить, но здесь видите насколько интенсивно и много и в целом вопрос здесь не так много времени прошло от операции и в целом мы можем говорить, что это могут быть реактивные изменения, но все равно тревожно, что что-то копит. Что я хотел бы прорезюмировать в отношении того, что я сегодня вам показывал. что в целом МРТ молочных желез действительно сложно и трудоемко, но если вы этим занимаетесь, то это процесс увлекательный и я думаю, что и Ольга Борисовна, и Ирина Цендоровна, они подтвердят, что МРТ молочных желез это навсегда, если вы в это ввязались, вам оттуда уже не выпутаться. Без контрастирования делать не стоит. Есть ситуации, когда мы все-таки пренебрегаем контрастированием, но все-таки лучше делать всегда, это чтобы инструментов был с вами. МРТ всегда выполняется после рентгенографии, после ультразвуководства, после все равно пальпации мамолога и резюмировать свое решение будет все равно тоже он. И поэтому я объективно подхожу к своему исследованию, пишу все, что я думаю объективно, не перегибая ни в недодиагностику и гипердиагностику, и в целом думаю, что мамолог здесь примет окончательное решение. Но самое главное, что считаю, что не надо писать пациента за полчаса, которое вам выделено на описание. Я всегда подобных пациентов беру почту и стараюсь анализировать без спешки, отложить это и дописать сначала то, что мне надо сделать, а потом сесть и спокойно посмотреть. Ну и самое главное, чтобы был опыт, смотреть одну пациентку в год, это одно дело, либо каждый день выполнять МРТ-момографию. Ну и является ли метод МРТ идеальным? Вот мне варианты ответов, предлагаю я сам себе ответить на этот вопрос, раз у нас такая тематика встречи. И вы видите, тут есть вопрос, ответ, что это идеальный метод, скорее не идеальный, не стоит вообще делать, я подумаю, чтобы перестать делать, и последний, что это прекрасный гипотический инструмент, который в умелых руках может дать нам информацию достаточно важную для наших решений и для конециста. Ну так вот, чем больше работаю, и за всю мою работу я приходил к каждому из этих ответов рано или поза, но в целом все-таки решение правильное это говорить о том, что темно-томография это прекрасный диагностический инструмент, но все-таки он должен вкладывать свою какую-то информацию в общий диагностический алгоритм уже и к рентгенскому графии, и к ультразвуку, и к ощущениям самого мамолога, каким-то еще лабораторным данным, в совокупности, да, это как дополнение, использовать его вместо всего, как иногда делать пациентки, я думаю, что совершенно недопустимо. Спасибо за внимание, Ирина Александровна. Я здесь-здесь с вами, коллеги. Спасибо большое Владимиру Вячеславовичу. Мне вообще крайне нравятся такие живые доклады, когда мы обсуждаем и реально рассказываем то, что есть. Ну, то есть не таким прям вот совсем сухим языком, да. На самом деле, МРТ, ну, мы же работаем с вами, да, как со специалистами, и ты прекрасно знаешь, что если ты попал в задачу, решил конкретную задачу на сто процентов, если ты просто так, например, ты подозреваешь пролиферативные изменения, то ты по МРТ получишь результат карциномы, ложноположительный. поэтому мы это все прекрасно знаем. Владимир Вячеславович, вот в чате не вижу вопросов, поэтому можно задам вам вопрос? Просто вот появились некоторые новые данные по поводу популярных поражений молочных желез, в частности внутри протоковых попелом, где чувствительность и специфичность МРТ приравнивается к дуктографии, даже превышает ее, и некоторые авторы говорят о том, что можно исключить дуктографию, делать только МРТ. Как вы к этому относитесь на своем собственном опыте? Просто могу сразу сказать, почему я об этом говорю, потому что пользуясь МРТ в этих ситуациях с подозрением, предположим, на внутрипротоковую попелому, мы не всегда получаем положительные результаты МРТ. Вот как у вас в этом вопросе? Ирина Александровна, вопрос очень интересный. Дело в том, что в целом отношение к попеломам у меня очень скептическое, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что эти попеломы уже до меня заподозрили по другим методам лучевой диагностики, предстоят ко мне, я вылез весь из себя полностью, сделал все, что мог, но я не вижу что-то совершенно в другом месте, или же там, где мне указывают, я ничего подозрительного не вижу, мне это не нравится, поэтому здесь к попелому отношение такое, опять же, они в каких-то ситуациях интенсивно накапливают, ведут себя нестандартно, неправильно, и это напрягает немножко. Мне кажется, что вешать все на магнитаризацию стомографию совершенно не стоит, и опять же мамологи, клиницисты, мне кажется, не готовы к тому, чтобы не выполнять свою доктографию, они все равно при планировании оперативного вмешательства все равно будут ее выполнять, потому что они так привыкли, и это делается уже годами, для того, чтобы полностью перейти на МРТ, это должна быть мощная доказательная база для них. отечественная доказательная база, мне кажется, потому что эти все отдельные статьи, кто их читает? Их читаем мы, а им нужна доказательная база, когда они будут, во-первых, когда у них у каждого будет возможность делать МРТ в своем стационаре, в своей ЛПУ, да, просто без проблем, так же, как УЗИ и рентгенографию, тогда они будут понимать, зачем отправлять, а так в действительности куда его отправлять и что там напишут. Спасибо большое, я поняла, что у вас примерно такое же мнение, то есть оно пока что не сформировалось, у меня тоже пока что не сформировалось, но просто в нашем городе не так просто сделать доктографию, это, несмотря на то, что методика существует огромное количество лет, всего лишь есть несколько, да, учреждений, которые это возможно сделать, манипуляция инвазивная, которая может быть сопряжена с определенными осложнениями, не всегда технически выполнима, например, при отсутствии выделений, ну, в общем, много трудностей, ну, скажем так, пока однозначного ответа нет. Спасибо большое, вопрос тоже, мое мнение подтвердили. Дорогие коллеги, я еще раз смотрю чат, а, и вижу, Дмитрий Леонидович Тубицкий задает вопрос Владимиру Вячеславовичу, сколько времени занимает МРТ молочных желез в вашей организации и список импульсных последовательностей? Сколько времени занимает глубоковажаемый Дмитрий Леонидович, исследование молочных желез занимает 40-45 минут вместе со всеми делами, с введением контраста от, как говорится, под ключ. А импульсные последовательности в принципе стандартные диффузия, там тоже вот вы спрашиваете про диффузию, да, диффузия тоже туда включена, это в основном Т2 с подавлением жира есть, это один обычный обычный набор, здесь ничего такого экзотического нет, плоскости все три используем, да, диффузия включена тоже рутинно и мультифазное сканирование, ничего такого экзотического, я думаю, по сравнению с вашим учреждением мы не используем, все, в принципе, то же самое. Ну и больше вопросов у нас нет, спасибо большое Владимир Вячеславович, мне было очень приятно увидеться с вами на вебинаре, дорогие коллеги, мы сегодня заканчиваем нашу секцию, и вот на мой взгляд человек, который работает в своей модальности, но стремится к знаниям, мне кажется, такой формат разноплановых взглядов со стороны специалистов, которые в каждой своей модальности специалисты, эксперты, но которые знают нюансы применения методов, показаний, противопоказаний, могут посоветовать нам улучшить алгоритмы диагностики рака молочной железы, это вот просто действительно мейнстрим сейчас нашей диагностики, поэтому мы надеемся на новые встречи с вами, в принципе, обратная связь с нашим глубоко уважаемым санкт-петербургским обществом радиологическим существует, и если у вас есть какие-то темы, которые просто действительно интересны, например, я знаю, что многих специалистов интересуют после состояния молочных желез, после комбинированного лечения по поводу рака, то мы бы с удовольствием, например, тематику следующих наших встреч определили по тем темам, которые вам интересны. Спасибо большое за внимание, удачного вам вечера, ну и удачной работы, хороших пациентов, работающей аппаратуры и всего доброго. Спасибо большое. Спасибо.